Здравствуйте! Вот если вы заметили, этим летом я посетил Дубну. У меня было несколько видео по мотивам посещения Дубны. И в одном из видео я рассказывал, так сказать, про использование ускорителя, протонного ускорителя, ещё того самого, который строился по указу Лаврентия Павловича Берии, да? Да. Вот. Для лечения рака. Значит, делалось это следующим образом. Дело в том, что пучок протонов имеет удивительные свойства. Значит, вообще протоны. Вот есть протоны большой энергии. Они движутся, 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 ну, скажем, в материале, который отнимает у них энергию. Ну, например, в человеческом теле. И вот когда он уже замедлился достаточно, тут он начинает очень мощно терять энергию. Если вы правильно подгадаете энергию, правильно подгадаете, направите в какой-то объект внутри, скажем, головы, а внутри головы бывают опухоли раковые, то он как раз затормозится в этой раковой опухоли и убьёт её. Вот такая вот вещь. Такая работа там велась. Долгое время её использовали там, да? Для того, чтобы это сделать, специально делалась такая для головы фиксирующая маска. Чтобы, значит, вот зафиксировали. Там уже надо точно попасть с точностью до миллиметров, чтобы убило именно то, что надо, а не человека. Вот. Ну, фактически это такой протонный скальпель был. Вот. Нужно сказать, что там эти работы сейчас закрыли, запретили, сказали, что что-то там надо, мы вам другое дадим. А вот в Институте ядерных исследований Российской Академии Наук, тот самый, который в Троицке имеет экспериментальную базу, а это экспериментальная база, такой грандиозный линейный ускоритель протонов. Огромной, длины, вот. Нужно сказать, что там разработана концепция малогабаритных протонных ускорителей, которые вполне себе помещаются, значит, в небольшое помещение. Если в Дубне это циклотрон, там по кругу вирусы протоны, прежде чем, значит, попасть на мишень. А мишенью в данном случае является голова человека. А тут он линейный ускоритель, небольшой, то есть это не нужно больного везти куда-нибудь в Дубну или в Троицк. Достаточно просто-напросто где-нибудь в больнице поставить это изделие, и будет он голову лечить. Изделие не дешёвое, это всё-таки ускоритель. Для этого ускорителя, он линейный ускоритель, там нужна лампа электронная, которая задаёт частоту. Ну, вот та электронная лампа, которая используется на том линейном ускорителе, на большом, в Троицке, она, ну, вот, ну, несколько метров размера, огромная лампа. Там, наверное, поменьше, потому что там энергии всё-таки поменьше. Вот, но всё равно это не дёшево. Это не дёшево, это надо учить людей. И вы будете продлевать жизнь людей больных раком, ну, может, на 5 лет, может, на 10 лет. Вот человек больной раком, у него в голове опухоль, а вы его вылечите. Ну, и лечение будет недешёвое. Дело вот в чём. Дело в том, что у нас наша ядерная наука даёт очень замечательные вещи для медицины. Например, в том же Институте ядерных исследований в Троицке, на этом протонном ускорителе, получают изотопы радиоактивные, которые используются в медицине. Их, значит, загружают, значит, такой вот в свинцовый стакан, в свинцовый домик, и отправляют на самолёт. А самолёт везёт куда-то в Европу. Там нужно пациентам это для исследования, для лечения. Например, вводят этот изотоп, значит, в кровоток, а он накапливается в каком-то определённом органе, именно в больном органе, и убивает раковую опухоль. Или используется для диагностики. Ну, всё это, сами понимаете, очень недёшево. В том же Институте научились получать изотопы нерадиоактивного углерода. И отделять их, да? И вот, представляете, таблеточка маленькая. Содержит она, так сказать, карбамид. Помните, жевательная резинка с ксилитом и карбамидом. Так вот, карбамид – это такое название вещества, которое по-простецки называется, так сказать, мочевина. То, что вы в качестве удобрения часто используете. Так вот, это вот таблеточка мочевины. Человек её принимает. И если у неё в желудке есть бактерия, как-то хелиобактер, как-то так, это та самая бактерия, которая однозначно связана с желудочным заболеванием язвы желудка. Вот именно она, оказывается, вызывает язву желудка. Вот. Но без неё, её, говорит, не бывает. Так вот, приняли эту таблеточку. Ну-ка, подышите в трубочку. И он выдыхает углекислый газ, который в том числе вышел из желудка. Эта бактерия очень рада, когда попадает в среду карбамида. И начинает этот карбамид вводить в свой обмен веществ, выделяя при этом углекислый газ. А в этом углекислом газе содержится углерод, который был в карбамиде. А этот углерод специально обогатили нужным изотопом. А вот, когда вы выдохнули этот воздух, нужно будет выделить из него углерод. А потом этот углерод в масс-спектрометре, посмотреть, а тот ли изотоп там появился. Есть ли там этот изотоп или нет. Если он есть, ну, значит, всё, у вас хеликобактеры. Именно хеликобактеры это все употребило. Ну, понимаете, это всё просто, это всё эстетично, но дорого. Значит, почему это всё не используется у нас? Хотя у нас это, простите, производится, изобретается, но не используется. А я вам сейчас объясню. Дело в том, что, ну, как бы-то сказать, стоимость жизни человека у нас гораздо меньше, чем за границей. Не потому, что мы людей не ценим, да? Это один такой вот, ну, не буду его цитировать, этого деятеля, грубо он сказал очень. Не то, что у нас людей не ценят, просто они стоят, ну, дёшево. Потому что, ну, сколько может человек произвести, заработать чего-нибудь, да, за свою жизнь у нас? Ну, вот лишние пять лет жизни. Обойдётся это во сколько? Это не окупится. Есть страховка у человека, да? Вот он застрахован на большую сумму. Если страховая компания оплатит это лекарство, это лечение, она не должна будет платить этого, выплачивать огромную страховку в случае, так сказать, смерти или тяжёлого состояния больного пациента. Да, вот она сэкономит большие деньги. Понятное дело, что люди, которые, так сказать, ну, у нас считаются там, как это там, олигархами, миллиардерами, миллионерами, они, конечно, смогут поехать за границу и там получить это лечение. Не проблема. А у нас вот это вот сообщение о разработке вот этих самых концепций малогабаритных ускорителей, оно появилось ещё в 21-м году. Ну, как появилось, так про него все и забыли, в общем-то говоря. Хотя, наверное, много людей могли бы быть спасены с помощью этих ускорителей, но стоит уж больно дорого. Понимаете как? Это у нас дешёвый человек, и дешёвая жизнь у нашего человека. Ну, понимаете, ну, максимум за миллионов шесть она стоит. Чего лечить? Шесть миллионов. Максимум. А так вот для большинства людей она этого не стоит. Ну, вот, увы и ах. Ну, вот так вот. Мы не единственная такая страна. Есть много стран, где жизнь человека тоже стоит так же и даже дешевле. Вот мы как-то об этом не задумываемся никогда, ну, вернее, не любим это пересказывать, что вот у нас слишком дешёвая человеческая жизнь, да вот, да то. Да как-то обидно, да, звучит. А на самом деле это просто обстоятельство дела. Помните, как Штирлиц с пастором Шлагом говорит, вот вы знаете, где-то ваша сестра и её дети у меня. Если вы меня предадите... Это не угроза, просто такие у нас правила игры, да? Ну, это не угроза, это просто такие у нас правила игры, это факт. Это не пренебрежение в данном случае человека, это просто такие правила игры. Ну, вот, такие вот дела. Ну, не пренебрегайте, пожалуйста, моей жизнью, пожертвуйте, ну, боже упаси, там 6 миллионов не надо, я пока ещё жив, вот. А пришлите мне сколько сможете, внизу есть реквизиты. Подпишитесь на Бусти, к тому нужно смотреть лекции, например, по общей физике, по математике, по теоретическим основам электротехники. Кому нужно готовиться к ЕГЭ по математике или по физике, там есть специальные курсы для этого. Ну, и, кстати говоря, списывайте со мной ВКонтакте или в Телеграм. Глядишь, договоримся, я буду вашим персональным преподавателем. Чему-нибудь вас хорошему научу. Спасибо большое, всего доброго вам, до свидания, всех благ.